всем привет всем здрасьте дорогие друзья сами кисели в этом видео будет с вами разговаривать про то что очень сильно облегчит вам руки и пространство да и в будущем вы скорее все перейдете на это потому что это удобно поговорим о планетарной логистики внутри самой планеты как это настроить как это делается для чего этого нужно и так далее ну что ж с вас как-то лайк подписочка колокольчика сми контент поехали ну смотрите в чем собственно прикол что бы вы не делали со временем у вас будет происходить то что происходит у меня это что-то вроде макаронной фабрики с фактория все просто в разные стороны везде различные конвейеры и это блин ну скажем так не особо удобно потому что можно запутаться можно потеряться да это работает но не так конечно же как хотелось бы где-то не хватает одного ресурса где-то другого проблемы с расширением касательно добычи переработки и так далее так вот для этого эта штука собственная нужно ветки технологии делаем так просто спокойненько продвигаемся по этим вот за кромам ничего супер сложного тут прям такого уж нету и по верхней линии вот уже у нас есть планетарная логистическая система она требует лишь только синие кубы и красные проблем с ними нету но если прям уж будут то в любом случае гайды на эту тему выйду как это все делать что мы получаем конвейеры с увеличенной скоростью далее то что нам нужно планетарная логистическая станция основа основ который будет использоваться нами и собственно логистические дроны которые будут перевозить с одной станции на другую понятно это понятно теперь как нам все это дело настроить и поставить плане используемых ресурсов тут у нас ну довольно серьезные вещи имеются в особенности скажем вот это вот дело в скором времени выйдут гайды касательно каждого и проблем уста точно не будет в общем переходим к примеру давайте рассмотрим это на примере вот этого производства да то есть мы берем грубо говоря железную руду перерабатываем железные пластины железные пластины аккумулируем если хотим чтобы быстро подойти можно было взять далее все это дело потом выставляем и делаем балки стальные потом шестерни опять-таки аккумулируем если нам это нужно чтобы подойти взять собственно и все это выводим в эту штуку в чем прикол занимает кардинально меньше места вам не нужно ввести конвейеры от каждого ресурса к производству где требуется это это и это это гораздо удобнее так вот мы все это собрали все молодцы как подводить сейчас покажу ну и на примере башни которая сейчас здесь стояла я все покажу берем логистическую систему планетарную ставим таким вот образом и подводим ресурсы не забывайте то что вы можете завести лишь только три ресурса что получается берем один ресурс завозим сюда он не идет дальше берем еще один ресурс заводим сюда он не идет дальше и это не связано с тем то что нет энергии и третий ресурс и что-то как-то не хочет вообще никак запускаться повторюсь это не связано с энергией то есть вот он заряжается 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 и все не функционирует мы должны выбрать слоты здесь мы выбираем это здесь мы выбираем вот это на то что завозим и это дело и потихонечку 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 это дело раскручивается и собирается но как это дело принимать потому что если вы поставите точно такую же копию и просто вот так вот поставите как здесь есть ничего такого у вас не получится я покажу теперь как принимать берем собственно ставим где будем строить производство никаких проблем после чего выставляем внутри что мы хотим сюда привести допустим я хочу сюда медь даже давайте не иметь очистим очищается таким вот образом железю ку да и давайте на ее примере собственно и посмотрим и здесь теперь нажимаем и выбираем запрос и это сейчас дело все сюда полетит если у вас уже есть дроны в них не забывайте об этом то что дроны тоже нужны эта штука вся приезжает не забывайте еще это дело , чтобы она заряжалась и могу заряжать другие дроны после чего допустим мы хотим из них делать скажем балки да почему бы собственно и нет допустим выставляем вот одну единицу такую после чего берем конвейер нажимаем выставляем скажем вот таким вот образом и фильтре обратите момента что тут есть фильтр если поставите просто вот так вот ничего у вас не произойдет чудо не случится ставим еще раз но уже с выбором фильтр на там отлично и она начинает выезжать а дальше уже друзья выстраивайте производство как душе вам угодно не обязательно использовать одну такую с тремя ресурсами можно поставить две рядом и использовать 6 ресурсов если вам так будет нужно никаких проблем и это все великолепнейшим образом облегчит вам жизнь ибо вот это производство все гораздо более мне кажется симпатичная хоть и раскидана по планете нежели тот кошмар и срач который может у вас случиться если вы это дело ставить не будете я говорю про большое количество конвейеров путаницу и так далее и еще в чем прикол допустим вам не хватает выработки вашего железа не хватает там пластин и всего остального вы просто копируете чертеж и ставить его скажем здесь и выставляете все точно то же самое выставляете это дальше опять таки в планетарную логистику и раскидывайте куда вам надо по моему ребята это очень-очень удобно ну и вообще когда будете заниматься логистикой будь то планетарные бой умеешь планетарный межзвездный не забывайте про улучшение которую увеличивают различные показатели и в перспективе это так нормально может вам уйти в большой при большой плюс и все же мои вам рекомендации друзья не дожидаясь того момента пока у вас будет нефтянка не надо как сразу открываете либо перестраиваете производство либо учитесь на своих ошибках как это сделал я я поставил нефтянку все остальное ради производства вот этого вот дела а титана на этой планете у меня не было его приходилось сюда привозить видос касательно межпланетарной логистики будет вот вам подсказочка в правом углу так что ребята дерзайте а у меня на этом все друзья всем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал жмахать и колокольчик в описании под видео будет ссылочка на плави со всеми видео касательно дайсон сфер программ который я отснял для вас включая стримы где я попутно разбираюсь с игрой прежде чем записывать непосредственно стримы так что welcome и они там еще имеется мы кто ли 6 или 5 но в общем в дальнейшем друзья будет намного больше плюс будут ссылочки на социальные сети такие как инстаграм группа vk дискорд сервер и телеграм-канал где публикуется информация выходящих видео непосредственно в день их релиза друзья также в телеграме дискорде имеется чат и чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр искать там друзей чтобы поиграть хоть в кс-ку хоть док дотку там не знаю я вас не осуждаю сам играю различные игры как по жанру так и по сеттингу вы заметили уже по стримам и так далее ух а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока